Все решилось. Уникальный в своем роде городской проект 50 идей к юбилею Нижнекамска завершился. Напомним, 13 сентября, в день выборов президента, горожане параллельно голосовали за понравившуюся им идею. Результаты подсчетов голосов удивили членов жюри. Как выяснилось, нижнекамцы очень неравнодушны к судьбе бродящих животных. Потому идея Марии Шарыгиной установить в городе памятник, копилку бездомным собакам, набрала наибольшее количество голосов. Почти 6,5 тысяч. Идея, например, такого характера по поводу бездомных собак. В одном из городов, а конкретно, например, Тюмени, есть вот такой вот красивый памятник. Почему бы и нам не установить что-то подобное и деньги, которые мы здесь будем собирать, затем отправить на содержание бездомных животных у волонтеров, либо на их лечение. Красивый и благоустроенный городской парк – это то, что уже очень давно хотят нижнекамцы. Именно эта идея заняла вторую позицию, уступив первой лишь 75 голосов. Как выяснилось, нижнекамцев эстетический вид города весьма волнует. Потому на третьем месте – набережная на Красном Ключе. На четвертом – идея по безопасности. Ирина Власева предлагает оборудовать зебры прожекторами-фонарями. Автора поддержали больше пяти тысяч человек. А на пятом и шестом месте идея связана с благоустройством Дворца творчества и молодежи имени Ильдуса Задыкова. Горожане предлагают дать вторую жизнь вот этому бассейну. Например, сделать здесь фонтан. А еще создать мини-парк и запустить здесь птиц, белок и ежиков. Конечно же, эту идею воплотят в жизнь. Но, как правило, животные очень капризны. И далеко не факт, что они здесь приживутся. Десять победивших идей обязательно воплотятся в жизнь к 50-летнему юбилею города. Сейчас специальная комиссия будет искать средства на их реализацию. Также привлекать спонсоров. Сами авторы идей могут принять активное участие в их дальнейшей разработке. Потому как многие из них нужно еще дорабатывать. Памятник копилка бездомной собаки. Мы сами даже были удивлены, что именно эта идея получила наибольшее количество голосов. То есть по количеству голосов она стоит на первом месте эта идея. Но я думаю, что памятник копилку мы изготовим, реализуем эту идею. Но, конечно, надо будет думать потом, как дальше эти собранные деньги, если они будут собирать для бездомных собак, для бездомных животных, каким образом эти деньги будут расходоваться. Я знаю, что у нас есть общественные организации, которые занимаются помощью животных. Или им это будет передаваться. То есть эту идею нужно дальше дорабатывать. Идея хороша. Нижнекамцы ее поддержали. Но нужно полностью составить, теперь так можно говорить, наружную карту. А еще нижнекамцы хотят свою хейфелевую башню. Идея Юрия Новика – украсить телевышку светодиодной иллюминацией пришлась очень даже по душе горожанам. Очень хорошо. Наоборот, должно быть всегда красиво и разнообразно, неоднообразно. Ну что ли, это очень. Я, например, за. Я думаю, все, что делается в городе, все это, ну, получено. А вот Айнур Сафиуллин предложил установить специальные качели для детей с ограниченными возможностями. Выглядят они примерно вот так. Фантазия авторов просто поражает. И, конечно же, каждый из них имеет место быть. Наконец-то появится памятник жертвам радиационных катастроф. Здесь не просто установят мемориал, а еще и благоустроят территорию. И, наконец, последняя, десятая идея – установить большие часы в центре города. Где именно они будут, пока неизвестно. Но будем надеяться, что они не будут уступать лондонскому Биг Бену. Айгуль Леблонская, Ренат Харасов. Новости НТР.